Всем привет. Вновь путешествие по Васильевскому. Мой остров в Петербурге. Вот есть такой-то дом по седьмой линии, дом 12. Симпатичный домик. Я решил его снять и посмотреть что же такое. И вот что оказалось. Архитектор Леблон. Изначально в 1720-1726 архитектор Трезини и Швердфегер. Начало 19 века. Перестройка. И в 1964 архитектор Бутми. Частичное восстановление дома и реставрация. Ну как известно по плану Петра I на Васильевском острове должны были строить каменные дома. И вот архитектор господин Леблон. Типовому проекту дома для именитых. Был спроектирован этот дом. Двухэтажный дом изначально был. Потом он настраивался, перестраивался и так далее. И так далее. Со сложными какими-то обломами, подкарнизными линиями. Волнообразие различные. Ну и так далее. И так далее. Чем же он знаменит этот дом? Да собственно говоря просто дом как дом. Вот я нашел что оказывается в 1930-е годы здесь проживала семья Дмитрия Васильевича Соловьева. Дмитрий приехал мальчишкой. Начинал службу юнгой на пароходе. Дослужился до капитана парохода северо-западного речного пароходства. Но время было тяжелое. В 1937 году за Соловьевым пришли. Через пять дней после ареста он был осужден по статье причинения ущерба системе транспорта. И 20 октября 1937 года практически через 15 дней смертный приговор был приведен в исполнение. Ужас вообще что было, да? Что творилось? Кошмар. Похоронен он на Левашовской пустоши. Осталась жена, трое детей. В результате после расстреля жена была репрессирована как социально опасный элемент. Сослана в Казахстан. Дети были отданы в детдом. Но только в 50-х годах произошла реабилитация Дмитрия Васильевича Соловьева. Вот просто обыкновенный человек, обыкновенная судьба человека жил в этом доме. Вот, собственно говоря, думал в трезине, что вот людей, живущих в этом доме, будут так брать, хватать, увозить, расстреливать. И таких судеб, как у этого Соловьева, были же тысячи, даже, наверное, десятки или сотни тысяч. Не будем о грустном, как говорится. Вот такой дом, построил его архитектор Леблон, перестраивал архитектор Доминика Трезини, Швет Фегер. И Бутми занимался частичным восстановлением и реставрацией. Седьмая линия, дом 12. Всем пока, всем привет. Да, хочу еще сказать, что это подворье Александра Невской Лавры. Вот и все. Всем пока, всем привет, до свидания.